Виляя хвостом и скуля от радости, Марта встречает своего хозяина. Кажется, будто они не виделись очень долго, но нет. Это ежедневный утренний ритуал добрых друзей. Узнав от любимицы, как прошла ночь на ферме, Владимир Недобешкин приступает к работе. Чистый сельский воздух, природа и животные. Ради этого два года назад Владимир Владимирович переехал в Крым с материковой части нашей Родины. Такой образ жизни помогает мужчине легче справляться с воспоминаниями о Чеченской войне. Это фотография возвращения нас в боевой задачи по взятию населенного пункта Бамут в Чеченской республике. Это населенный пункт, который много раз переходил из рук в руки тот боевикам, тот федеральным войскам. Тогда, в 94-м, отряд из 34 бойцов под руководством Владимира Недобешкина взял населенный пункт под контроль. Впереди их ожидало еще несколько лет ада. Засады, налеты, уничтожение главарей бандформирований. После очередной успешной операции в 96-м ему вручили звание Героя Российской Федерации. О высокой награде мужчина говорит, смущаясь, не в его правилах хвастаться. А вот о боевых друзьях рассказывает куда откровеннее. Витя Алимской, Саша Буданов и Сергей Козлов, впоследствии тоже получивший звание Героя. После войны выжившие солдаты разъехались по всему миру, но в День Героев Отечества всегда собираются в тесном кругу. Этот праздник отмечают и те, кто удостоен Ордена Святого Георгия. Традицию вручения офицерской награды за военные заслуги учредила Екатерина II в 18 веке. За весь период существования Ордена он прекратил награждение исключительно по объективной причине. Дело в том, что в 1917 году в России произошла революция, император отрекся от престола, и государство практически перестало существовать. В 2010 году он был восстановлен, и награждение сейчас производится точно так же исключительно за военные заслуги. Также в этот день чествуют кавалеров Ордена Славы. В отличие от Свято-Георгиевского креста, такую награду получали члены рядового военного состава. Подвиг твой в памяти народной бессмертен. День Героев Отечества – это повод отдать дань уважения героям Советского Союза. Три года назад здесь, в Гагаринском парке, возле могилы неизвестного солдата, после реконструкции открылись 20 стел, увековечивших имена 98 выдающихся крымчан. Историю творят люди, наши предки. А все, что нужно от нас – помнить об их заслугах, бережно передавая эту память поколениям. Специально для этого ежегодно, 9 декабря, в Школах России проходят тематические уроки. Во многих городах – акции и праздничные митинги. Стефан Филатов, Даниил Захаров. Утро нового дня. Субтитры создавал DimaTorzok